Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня мы посмотрим на новую игру от компании Pixelbyte под названием Xenogog. Pixelbyte это достаточно известный разработчик качественных мобильных игр. Для тех кто забыл, напомню, именно она сделала серию крутых гоночных аркад под названием Reckless Racing. А также, не так давно она нас порадовала своим тактическим шутером Space Marshals. Новая игра сделана на том же движке, что и Space Marshals, да и отчасти очень сильно его напоминает, но при этом и очень сильно отличается. Ну что ж, давайте разбираться Xenogog и узнаем, что же это за покемон такой. Xenogog это топ-даун шутер, сюжет которого рассказывает нам о неудачном эксперименте, в результате которого появилось большое количество мутантов, которые теперь угрожают человечеству. Пока мутанты находятся в пределах секретной военной базы, нужно уничтожить их и не дать им покинуть её. Действие игры будет проходить на трёх локациях, даже лучше сказать в трёх зданиях. Это медицинская лаборатория, военное подразделение и оружейная фабрика. Суммарно в игре присутствует 50 миссий, которые вам предстоит пройти. Главным героем игры является храбрая и отважная девушка. Она словно универсальный солдат, словно архангел, явилась на землю, чтобы спасти её. Pixelby всегда делает очень красивые и хорошо оптимизированные игры, и Xenogog не стала исключением. Уровень графики в игре очень высокий. Разработчики уделили внимание не только самой главной героине-мутантам локациям, ну а также ответственно подошли к различным мелочам. Причём в игре большое количество объектов на уровнях разрушаемые. Огромное уважение также вызывает хорошо проработанное динамическое освещение и тени. Тени, к слову, очень мягкие и придраться к ним можно только если рассматривать их через лупу. Что касается звукового сопровождения, то скажу так. Саундтрек не отвлекает от игры, а является хорошим её дополнением. Благодаря отличной графике, хорошо проработанному освещению, мягким теням и саундтреку, Xenogog создается отличная атмосфера. Геймплей игры заключается в зачистке уровней от мутантов и выполнении небольших однообразных заданий, по типу убить, уничтожить или же добыть данные. Управление в игре осуществляется с помощью стиков. Один отвечает за перемещение, а второй за прицеливание и стрельбу. Причём камера в игре не фиксированная, она автоматически поворачивается вслед за вашими перемещениями. Данный эффект добавляет динамичности, но в тот же момент это усложняет процесс прицеливания, и поначалу это будет просто ужасно бесить и выводить из себя. Рядом с кнопкой стрельбы есть панель смены оружия. Нажав на неё, вы сможете поменять его на другое. К слову, на каждую миссию вы можете брать с собой только два вида оружия. Но об оружии поговорим чуточку позже. Ещё одним элементом управления является кнопочка, отмеченная знаком плюс. За осуществление цепочек убийств, имеющаяся вокруг него шкала, будет заполняться. И когда она достигнет определённого уровня, вы сможете использовать специальные способности своего костюма. В левом верхнем углу присутствует счётчик очков и шкала жизней. Под ними указаны ваши задания, причём они изображены в виде стрелочек, указывающих вам дорогу к цели. А для тех, кому нужна карта этажа, всего лишь требуется нажать на кнопку паузы. Мутанты в игре бывают разных типов и классов, и по мере прохождения вам будут встречаться всё новые и новые экземпляры. Вот и пришло время, как и обещал, поговорить об оружии. Оно здесь присутствует в следующих классах. Это штурмовые винтовки, дробовики, рикошетники, винтовки, гранатомёты, огнемёты и электрические пушки. Каждое оружие обладает тремя характеристиками. Это урон в секунду, скорострельность и радиатор. Если с первыми двумя всё понятно, то радиатор показывает, насколько оно не боится перегревов. Если ваше оружие перегреется, то вам придётся ждать его полного охлаждения. Поэтому лучше следить за его показателем, чтобы не попасть в просаг. Апгрейд оружия осуществляется за счёт сбора выпадающих из мутантов очков. Поэтому желательно убивать их всех и собирать всё, что из них вываливается. Я уже рассказывал вам о том, что динамическая камера создаёт существенные проблемы во время прицеливания. Несмотря на то, что к этому привыкаешь, только приобретение огнемёта смогло мне наконец-то начать позволять получать удовольствие от игры. Огнемёт здесь однозначно решает. Не будем далеко отходить от темы игрового магазина и посмотрим на бронекостюмы. Их всего четыре, каждый из которых обладает своим набором специальных возможностей, показателями брони и скоростью перемещения. Крутое оружие и крепкая броня – это, конечно, хорошо. Но где брать деньги на все эти ништяки, спросите вы? В принципе, за время игры я не заметил проблем с финансами. Деньги зарабатываются легко, и проблем с их накоплением не возникает. Но для особо ленивых и боящихся трудностей людей, разработчики сделали возможность задонатить денег и практически на старте игры купить лучшее оружие и лучшую броню. Для тех, кто хочет добиться всего сам, совершенно не нужно вливать каких-либо дополнительных финансов для того, чтобы пройти всю игру. Но было бы странно, если бы это было не так. Ведь сама игра, извините меня, не фри-ту-плей, а стоит в Google Play целых 100 рублей. Ну что ж, давайте подведём итоги. Безусловными и неоспоримыми плюсами игры является её атмосферность, графика и потрясающе проработанное освещение, большое количество видов оружия и наличие целых 50 миссий, сложность которых будет постоянно возрастать. Основными минусами являются сложность в прицеливании, однообразные локации и однообразные миссии. В целом, на мой взгляд, проект удался, но всё же игре не хватает некого сюжета и разнообразия. Своих денег игра однозначно стоит, и 5-6 часов приятного геймплея вам точно обеспечит. Благодарю всех за просмотр, не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал. Всем пока, удачи и новых рекордов в играх.